Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Warframe на Xbox Series S. Весит игра 49,4 гигабайта. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра работает при разрешении Full HD и 60 кадров в секунду. Игра free-to-play, бесплатная, доступна абсолютно на всех актуальных платформах Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, ну и, конечно же, ПК. Игра абсолютно бесплатная, ну как, условно бесплатная игра. И что самое интересное, в данной игре очень-очень много настроек. Мало того, что она может работать как клавиатуры и мышки, ну и также, конечно же, геймпад, как бы консоль, поэтому здесь так и будет работать. Старт. Игра оптимизирована под Xbox Series S и Series X, поэтому здесь у нас игра устанавливается только на внутренней SSD или же SSD. Заходим в настройки и здесь очень-очень много настроек, вы можете сами посмотреть. То есть клавиатуры и мышка, вы можете под себя здесь все поднастроить. Чувствительность, прицела, взгляда и тому подобное, здесь очень много всего настраиваемого. Контроллер также под себя, ты сможешь настроить здесь вообще миллион настроек, каждый под себя также сможет все настроить. Система, здесь у нас расчленение включено, включить старые палитры цветов и тому подобное. Регионы можно выставить, ограниченный пинг для отрядов и тому здесь подобное. Ну и, конечно же, социальные сервисы здесь тоже присутствуют, то есть, кто как захочет, он там может кастомизировать под себя поднастроить. Интерфейс также настраиваемый полностью, тоже много всяких настроек, каждый под себя сможет настроить. Ну и, конечно же, видео, что интересно, ну, очень-очень мало игр, которые могут показать вот такие вот настройки, как здесь. Яркость, контрастность, угол обзора, конечно же, ставим 90, чем больше, тем лучше, потому что это онлайн-шутер от третьего лица, поэтому это здесь нужно. Качество частиц графического процессора у консоли, ну, в данном случае серии SS. Определить количество частиц, отключить для повышения произведения. То есть, отключаем, оно как бы чуточку просто графику добавляет, кто захочет, поставит, кому захочется. Окклюзия окружающей среды у меня отключена, размытие движения отключено, потому что, ну, зачем оно? Оно мешает просто-напросто. Глубинарность я оставил, искажение я оставил, сияние оставил, зернистность выключил, я не знаю, оно мне всегда мешает. Свечение я оставил, интенсивное свечение 50, элементные эффекты оружия, цветовая коррекция, анонимическое разрешение отключено. Хотя здесь можно поставить авто и пользовательское здесь, вон масштабное разрешение ты можешь поставить. Ну, я отключил, почему бы нет, подтвердить. Да, ну и по поводу звука там, что самое-то интересное, игра на английском именно озвучка, все остальное на русском. Текст, субтитры, как вы уже видели, вот здесь тоже можете под себя поднастроить. Ну, и давайте по поводу игры вообще. Наш персонаж, там в начале вам дается выбор из трех персонажей, и вы выбираете кого. Я сам его стандартно, сам его первый взял. Из оружия у меня есть лук, есть какой-то якобы огнестрел, но это не огнестрел, просто кидаешься сюрикенами, не сюрикенами даже, а кунами, ну, такими маленькими клинками. И есть у меня, вот видите, сзади такой клинок здоровенный, вот он, видите, даже какая-то там штучка крутится. По поводу графики вообще, игра сочная, на самом-то деле, для фри-то-плея она прям неплоха. Давайте покажу вам вообще карту, что у нас по картам есть. Так, давай-ка мы немножечко, вот, и все, то есть вот у нас присутствуют планеты, и на каждую мы можем так вот приблизить, и там задание, нам нужна земля. Да, у нас там по заданию нужно, так, давай-ка мы вот сюда вот, странно, кстати, подожди, на землю наведем. Да, и вот так вот сделано восстановление системы корабля. Да, полетели туда. Запуск. Как уже говорил, то есть игра мультиплеерная, онлайн, можно поиграть с другом, там, с сестрой, с братом, с кем вы захотите, с кем вы играете обычно. Так, восстановление корабля, все, полетели. Да, понятно, где-то графика будет меняться от ваших предпочтений, как вы будете выставлять сами графику, здесь это можно сделать. Лук, как я говорил, видите, можно, вот, целиться. По поводу голограмм, они неплохо выглядят, вот, тоже неплохо. На свече бы я бы тоже, конечно, видео отснял, кому интересно будет, обязательно комментарий напишите, я отсниму, как он работает на свече. Переключаешься вот на эти куна, и вот он в руках, держит их, видите, клинки, маленькие клинки, ну и обратно, конечно же, лук. В полете здесь интересно, что время замедляется, это прикольно. Ну и вот такой вот у нас, видите, фоксов, и также есть обычный удар вот таким, обычным, как бы, клинком. Как ты с этим справишься? Ладно, идем, 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 идем. То есть видно немножечко мыльцо, где-то лесенки, понятно, но, опять же, я поднастроил так под себя. Вы сможете поднастроить еще лучше, то есть по графике. Да, убили. Так, бонус синтеза от скрытности, да. Давайте у него пособираемся. То есть по заданию нам туда нужно идти, видите, анимации какие. Понятно, как бы не верх графики, но все же. Free to play игрушечка, поиграть можно. Тут разные прыжки есть, вон, можно прыгать. Двойной прыжок также присутствует. Ой, здорово. В голову сразу тебе дал. Сейчас начнется. Кстати, давайте поменяем оружие, я вам покажу. Вот, клуб показал, и вот как эти кидается. То есть вот, можно целиться прям так тоже. Так, иди сюда, дружочек. Тут где-то бегал, что ли. Собаки бегают, да. Нужно забраться наверх и вам там показать еще одну. То есть здесь можно всякие материалы. 52 феррита. Так, давай, запрыгнем сюда наверх. Можно даже вот скрытность попробовать луком нацелиться. И вот этого дружочка мы убьем. Не попал, кстати. А сейчас попал. И убил. Так. Ищем цели. Где-то вот здесь еще один ходит. Где-то ходил еще один. Там собаки еще бегают. Да, кстати, собак тоже был, конечно, здесь. Вот этих вот. Это вообще не собаки. Это как бы какие-то дикие животные. Да, минус один. И минус второй мы сейчас сразу сделаем. Да. Видите, анимация какая. Повышение ранга. Отлично. МК-1, Парис. Да. Здесь также все прокачивается. Это понятно, как бы. Шутеры как они появились, мне интересно. Давайте попробуем с замедленным. Я бы, конечно, попал бы. Было бы лучше. Ладно. Можно и так попробовать поубивать. Так, что-то здесь у нас есть. Да. Собаку сейчас вот так вот так вот. Немножечко побьем. Да, все. Убил. Да что так долго-то убивает? Так. Патрон для дробовика полный, 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 полный. Можно побить? Нет, нельзя. Фонарик, кстати, здесь какой-то странный. То есть, видите, у нас костюм такой. Ладно. Пробежимся немножечко. Так. Патрон для дробовика полный. Это тоже нужно полмать. А, вот они откуда появляются. Это, то есть, у них... Ой-ой-ой. Гнездо такое. Ладно, это понятно. Они будут бесконечно появляться. Нам нужно по заданию идти. Да. Так. Разберем это тоже. Лут здесь. Улучшения. Ну, типичный, знаете, современный шутер. Тем более, онлайн. Открыть ящик. Да, что, серьезно, что ли? Интересно, что они так далеко за мной бегают. Ладно. Пробежимся. Еще здесь подкрываем. То есть, видите, такие сундуки тоже своеобразные. Как бы стилистика космоса, поэтому здесь это нормально. Так. Да. Не сюда? Нет. Здесь я не пройду. Значит, не отсюда. Да. Классно. Смотри, как красиво. Да. Ладно. Идем вперед. Пробежимся. Задание выполним. Все-таки. Получите сегмент передачи. Статус хранилища. А, онлайн. Да. А, мне еще открыть нужно. Да. И здесь вот такое вот зло. Ты должен попасть в моменты. Который, если будет активно враг увидеть. Да. Раз. Раз. Два. Три. Ну, как бы не сложно. Особо здесь реакции-то и не нужно. Красота. Полевые поля. Какие-то там что-то написано было. Ладно. Это все. Не важно. Так. Лифтать. А зачем я активную вверх лифт? Давай-ка назад. Ха-ха-ха. Зачем тут такое? Ладно. Так. Избегайте обнаружения врагами потребляющим хранилище. Ну, это понятно. То есть здесь... Можно открыть? Открыть нельзя. Водичка. Как бы более-менее тоже неплохо. Опять же. Это бесплатная игра. Здесь к ней так придираться не стоит. Потому что она бесплатная. Как бы логично. Если бы она была платная, тогда уже да. Другие были бы моменты. Так. Давай-ка вам открыть, наверное, опять, да? Да. 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 Что тут у нас? Взломаем опять? Взлом? Да. Да. Не успеваю. Лог. Данные зрители, они так и не узнают, что они пропали. Все. Теперь уходим наверх. Просто-напросто. Можно, кстати, даже без лифта подняться. И раскидать их. С каждым мгновением показывает себя. Это понятно. То есть здесь, к сожалению, нет озвучки русской. Это плоховасто. Было бы она, было бы вот прям максимально удобная игра. И можно было бы даже побольше играть. Хотя, для ценителей такого жанра и такого геймплея игры, я думаю, будет неплохо. Можно, кстати, с ними не драться. Я задание уже выполнил. Можно просто убежать. Можно просто убежать и все. Здесь пробежать. Так. Еще. Ой-ой-ой-ой. Просто бежим и все. То есть задание ты выполнил, тебе не обязательно с ними вообще драться. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Такая, знаете, простенькая поначалу. Понятно, ты там потом будешь прокачиваться. Сложнее уровни будут, сложнее задания. Но все же, поначалу как-то неплохо. Ну-ка, стой. Что я забрал? 100 синтез. Даже видишь, он патроны отбивает. Интересный. То есть, когда я качал игру, когда я про нее смотрела какие-то видосики, мне казалось, что, ну, такое себе, знаешь. А на самом-то деле, она оказалась в разы лучше, нежели, как кажется. То есть, поиграть стоит. Поиграть стоит. Правда, вот что тебе придется на SSD память тратить, потому что на внешний жесткий диск ты ее не поставишь. Это, конечно, минус. Задание выполнено. Ну, вот тут все показывает, что я получил. И полетел. Ты посмотри, как он в корабль залазит. Прикольно. Прикольно. Почему нет? Статистика. Урона нанесено. Всего убийств. Убийств с попаданием в голову. Убитого в ближнем бою. 12 смертей 0. Получено улучшений 0. Так, РТ продвижение. Выход. Да. И вот опять же ты здесь. Да. Красиво. Оператор вернулся в сегмент, установил его Ордис. Терпеливо ожидает установки. То есть, ты устанавливаешь, потом тебе открывается онлайн, и ты играешь в онлайне. Подключу коммуникацию я должна пролизировать действия Аскориды на твой Warframe. Это технология выше тех, которые есть у Кукулини. Есть, должно быть, не успеваю прочитать. Слишком быстро. Слишком быстро все происходит. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра. Warframe на Xbox Series S. При разрешении Full HD. И 60 кадров в секунду. Отзычевое управление. Более-менее красивая графика. Опять же, вы можете ее под себя настроить. Там много всяких настроечек, всяких ползунков, бегунков. Работает клавиатура и мышка. Поэтому как-то вот так вот. Free-to-play, бесплатно. Можете скачать, поиграть. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал. Оставиться лайк. Ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре. И Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте. Присоединиться к Discord, серверу. Подписаться на мой Instagram. И вступить в мою группу в Telegram. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся.